так друзья всем привет с вами снова компания тепловода-оз у нас сегодня отопление вторая часть и последняя сегодня будем заправлять котел заправлять систему привезли воду вода умягченная прогон прогнана через фильтр значит все собрали все собрали полностью котел обвязали собрали все радиаторы и сейчас мы будем не заполнять ребятки а промывать систему сейчас покажу я лёш я покажу здесь у нас чугунные радиаторы отопления так чугунина стоит вот так обязана вышли через стену от котла пошли здесь в ванную санузел и на кухню а здесь пошли вот смотрите когда собирали радиаторы вы их просто вытряхивали вот смотрите что у нас чугунном новом радиаторе заказчик и ход покрасил значит обвязка классическая тупиковая у нас система два крыла но крыло длинное другое короткое 2 2 радиатора на другом крыле у нас 5 радиаторов подача с 25 20 трубу кран шаровой обратка регулировочный винтель балансировочный и пошли мы под лестничный марш в ту комнату и так все у нас радиаторы завязаны сейчас мы перекрыли котел чтоб котел грязь не шла фильтр и насос перекрыли вот так показываю ребятки как мы исполняем отопление это классическое опять повторяюсь отопление радиаторная везде зазоры соблюдены сейчас разогреем до 60 значит они посмотрите как трубу себя ведут так здесь все то же самое то же самое вот самую блять так это тупик последний радиатор вот ребятки то же самое смотрите что у нас блять в этих радиаторах вот я сейчас смотрите вот такая вот хреновина была в радиаторе и она оттуда вывалилась я уж я боюсь я будем промывать дай боже где-то что-то осталось сейчас попадет в трубку тогда будет полный пи 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 это блять даже не знаю придется все разбирать обратно но заказчик настоял на чугунине так вот последний у нас радиатор из кухня последний радиатор для промывки впаяли в подачу кран сейчас будем что на улице у нас водопровод общественный там три с половиной атмосферы сейчас вот сюда вот дадим три с половиной атмосферы на котел у нас не пойдет котел перекрыт здесь и здесь так что дальше пойдет у нас она через обратку слушай лишь а может нам подачу включить а из обратки наоборот на улицу ну да сейчас подумаем так и значит у нас да скорее всего надо подать на подачу струю и погнать а будет вымываться она из обратки да так будет путь сейчас перекинем шланги окно все вот поставили дымоходик мы то есть это да это ferrum труба нержавеечка группа безопасности насосик ля-ля-ля в общем начало работы как мы готовимся к обязанным радиаторы посмотрите прошлом ролике или позапрошлом я поставлю ссылку внизу так ну сейчас будем промывать нас нас сейчас мы передумали сейчас мы сюда в подачу дадим давление она разольется по всем радиатором чугунным и будет вымывать у нас сейчас по очереди будем открывать каждый радиатор закрывать открывать и все такое сейчас лекси у нас перекинет шнуры так поехали открывай кран а эту держи вот так не надо и туда ссувать пока так ну сейчас посмотрим вот так водичка у нас пошла зашумела так далее раз наполняются радиаторы наполняются радиаторы так утечек пока не обнаружено раз пойдем смотреть на улицу что у нас реально происходит орла да ну паша будем смотреть что мы тут имеем ли но это еще почему подожди сейчас воздух все выйдет я будем смотреть пока чистенькая были сначала коричневый немножко зашло но еще она за счет сейчас на давление цедать на всю я понял не я сейчас там это обратку закрою сейчас опрессуем потом откроем посмотрим так ну ладно сейчас да так друзья ну что же опрессовали систему два с половиной три не не стали давать потому что может стрельнуть вот этот подрывник он на три бара как раз рассчитан опрессовали утечек нету сейчас сливаем и будем заправлять уже от умягченной водой сейчас все посмотрим так ну что дамы и господа вот так вот заполняется система отопления . 80 литров опустим на час ручеек родничок блять ну там алёша забыл открыть кран блять так друзья товарищи господа дамы система было заправлено оставили мы 1 и 6 в расширителе 1 и 5 ждем газовщиков то есть здесь у нас без газовщиков мы запуститься не можем так как сейчас требования такие что нужно заключать с газовым хозяйством договора об обслуживании газового агрегата вот котел новый наш пред газовщики что они сделают рублей за 5 они подключат шланг и в это так и будет придется нам еще приезжать и балансировать систему почему балансировать объясню система такая цитакова у нас здесь система тупиковая разделена на два крыла одно крыло 5 радиаторов другое крыло у нас два радиатора всего то есть тут однозначно придется балансировку делать так и так то есть что мы будем делать мы будем большую линию немножко прижимать а это значит обычно первый радиатор от котла прижимаем почти на всю прижимаем мы его здесь обычно вот на этом регулировочном этот регулировочный кран клапана здесь 5 оборотов обычно я как делаем мы закручиваем на всю и откручиваем на один оборот здесь открут закручиваем на всю откручиваем на два оборота и все остальные можно открыть просто у полностью открыты но можно вот еще третий вот предпоследний предпоследний взять и его при открыть на три оборота и этот открыть полностью и последний открыть полностью все и система у нас будет работать ну естественно можно придушить еще второе крыло второе крыло у нас два радиатора здесь можно прям вообще по максимуму прикручивать и все равно не будут горячие и огненные и тем самым мы все по перес при перераспределим по подачу теплоносителя в большое длинное крыло ну ребят тут так получилось по-другому здесь не сделаешь конечно если крылья у нас были практически одинаковые то регулировка такой системе системы вообще не нужна и в таком случае мы даже краны не ставим регулировочные просто запорные краны тупо ставим шаровые ну мало ли что с батареи выйдет из строя бывают течет она вот иногда подтекает надо заменить а зима на улице закрыли два шаровых крана скинули ее поменяли или же отремонтировали ну а отопление будет так ну все вот у нас монтажник все даша помогать товарищ ручкой так но все всем пока заходите на канал подписывайтесь заходите на сайт делайте заказы основная цель всех моих видео это рассказать будущим заказчиком как будет выглядеть у вас же на объекте допустим отопление водоснабжение канализация и так далее тому подобное ребятки так ну все всем пока